Здравствуйте! Это новости на Дону в студии Мария Филинкова. Смотрите в выпуске. Наводнение не утопит. Специальные противопаводковые учения спасателей провели в Веселовском районе. Будет производиться обследование гидротехнического сооружения и остроповка предметов и подъем их на поверхность. Лучшие в лечении Ростов и Милютинская. Минздрав подвел итоги года. Заработная плата у нас достойная. И у врачебного персонала, и у среднего, и у младшего медицинского персонала. Дворы и парки станут красивыми и удобными. Начинается формирование комфортной городской среды. Одному нужны только урны, другому нужны только лавочки, правильно, а третьему фонтан. Экзотическая контрабанда. Въехать из Украины без документов не смогли два кенгуру и шесть обезьян. Я Кандинский. Молодые абстракционисты выставкой уравняли форму и звук. Пятные линии начинают обретать форму букв, которые мы узнаем, которые мы складываем в слова, которые добавляют тот самый смысл, который современному человеку необходим. Сериал снят на киностудии «Донфильм». Прочитать такое или подобное в титрах сможем совсем скоро. Сегодня на российском инвестиционном форуме в Сочи Василий Голубев подписал соглашение о сотрудничестве в кино и телепроизводстве на территории Ростовской области. Подробности второго дня работы Донской делегации у нашего корреспондента Марии Индриковой. Второй день Сочинского форума не менее насыщен. Деловые встречи, переговоры с потенциальными инвесторами, участие в панельных дискуссиях. Уже в 9.15 утра губернатор Василий Голубев подписывает соглашение о создании на Дону кинокластера. Интерес к региону проявляют известные российские продюсеры. Ранее губернатор уже говорил о съемках на Дону трех новых кинолент. Это может быть достаточно эффективно не только с точки зрения развития киноискусства, телевидения, но и с точки зрения развития туризма, с точки зрения развития экономики региона и экономики муниципальных образований. Впрочем, Донской регион интересен не только как киносъемочная площадка. Опыт правительства по привлечению инвесторов в моногорода в рамках ТОР обсуждается на панельной дискуссии. Василий Голубев рассказал о первых резидентах территории опережающего развития Букова. Там самый разный спектр инвесторов, от производства автоприцепов до тепличного хозяйства, производства изделий из бетона и так далее. Аналогичная ситуация по тем инвесторам, которые хотели бы войти и не только в Буково, но и в будущие территории Зверево и Донецк. Поэтому мы с ними со всеми работаем. Сегодня претендентам более десятка уже есть. Статус территории опережающего развития в этом году планируют получить также Зверево и Донецк. Участники форума подчеркивают роль малого бизнеса в развитии региональной экономики. Правительство Ростовской области подписало соглашение с ассоциацией участников государственно-частного партнерства. Предпринимателям помогут освоить механизм ГЧП в самых разных сферах. Это здравоохранение, это социальные проекты, поддержки малоимущих и так далее. Поэтому мы хотели бы здесь вот именно, чтобы в этой сфере у нас было как можно больше проектов ГЧП. Всего 40 регионов пока реализуют государственно-частное партнерство. Реализуют проекты в рамках соглашения о концессиях или в рамках соглашения о государственно-частном партнерстве. Это не так много. И мы надеемся, что как раз Ростовская область будет одна из лидеров, кто будет именно системно реализовывать проекты ГЧП. Сегодня Сочинский форум завершает свою работу. По предварительным оценкам, общий объем инвестиций по подписанным соглашениям превышает 14 миллиардов рублей. Еще 9,5 миллионов рублей долга по зарплате гуковским шахтерам погашено сегодня. 535 выплат получили бывшие работники Алмазной и Ростов-Гормаша. Расплачиваться за компанию банкрота Кинкоул по поручению губернатора продолжает региональная корпорация развития. С 13 по 28 февраля шахтеры получили больше 2000 выплат на 49,5 миллионов рублей. Рассчитаться со всеми задолженностями планируется до 1 июля. Наводнение не страшно, если спасатель на готове. Готовность региона к весенним паводкам проверили сегодня по решению губернатора. Специальные учения провели в Веселовском районе. Распилка льда снимает напряжение. Ничто не должно мешать движению воды. Ледоход может создать искусственную плотину, вызвать разлив. И тут придется применить радикальные меры. Курс на боевой взял Ми-8. 821 выход в район минирования разрешает. На лед сбросили взрывчатку. И у экипажа есть 5-7 минут на уход от взрыва. Эффективная работа производится только тогда, когда заряды раскладываются не на лед, а в какие-то пойменные пространства, в разломы льда, чтобы заряд ушел на дно. На дно идет и водолаз-спасатель. Видимость не более метра. И различить предметы помогает опыт. Это боевое снаряжение водолаза. Один только баллон весит 17 килограммов. А для того, чтобы уйти на дно, утяжеляется еще на 15 грузовым поясом. На каждое погружение водолаз берет с собой нож. Запутался, прочищает дорогу самостоятельно. Можно их визуально понять, что это такое. По объему, скажем, их. Будет производиться обследование гидротехнического сооружения. Остроповка предметов и подъем их на поверхность. Перед погружением контрольная проверка связи. Вместо спуска исследуют камерой. Что там с решеткой? Решетка забита мусором, топликом, бревнами и пластиками бутылками. Давай запас воздуха. Проверь запас воздуха. Проверю запас воздуха. 120 пустот. Это примерно на 20 минут. Несколько дней назад готовность спасателей проверила природа. В Тацинском и Заветинском районах вода подошла ко дворам, но большого ущерба не нанесла. Оказана была помощь людям. Не допущено затоплений жилищ, а только подворий. Соответственно, кого необходимо было эвакуировать. Очень хорошо, что не было таких масштабных разливов воды. Тем не менее, мы готовы к любой чрезвычайной ситуации. Несколько раз в год стихия проверяет спасателей. Еще 10-15 сантиметров и начнется потопление. Но система оповещений и специалисты работают настолько слаженно, что неприятных неожиданностей быть не должно. Олеся Слынько, Сергей Вишняков, Дон-24, Веселовский район. Ростов и Милютинский район лучше всех работают по оценке Донского Минздрава. Свой рейтинг территории министерство составляет ежегодно и награждает победителей. Итоги 2016-го подвели на коллегии сегодня. Средняя продолжительность жизни в регионе остается выше среднероссийской. В 2016-м удалось снизить смертность от сердечно-сосудистых заболеваний и туберкулеза. И снижение уровня смертности остается важнейшей задачей. Удалось сделать в 2016-м году первое. Мы кардинально улучшили и увеличили количество высокотехнологичных операций. Я вам приведу такую цифру. Если лет 5-6 назад у нас в области всего 3 медицинских учреждения делали вот такие операции. В 2016-м году их уже было 20, а в 2017-м уже 26. Среди городов и в рейтинге Минздрава лидирует Ростов. И во многом за счет усиления профилактики. Мы устраивали в течение года различные акции. Здоровый Ростов, Новый Ростов, Здоровый Ростов. Тихий дом, здоровье в каждый дом, который подоги на Министерство здравоохранения. С привлечением областных спецслужб. То есть наши горожане могли сделать и флюорограмму, проходя даже в парке. Очень серьезную акцию провели по ВИЧ, профилактике. А среди муниципалитетов уже 4 года первое место удерживает Милютинский район. Главврач Центральной районной больницы уверена, успех приносят комфортные условия работы медперсонала. Заработная плата у нас достойная и у врачебного персонала, и у среднего, и у младшего медицинского персонала. У нас практически абсолютно новая материально-техническая база. Это и ЦРБ после капитального ремонта, это и амбулатория сельвановская новая, и прекрасно отремонтированная врачебная амбулатория в Маньковке. У нас практически все новые ФАПы, у нас 11 новых модульных, и вот в этом году мы получим еще 3 новых модульных ФАПа. Новые модульные фельдшерско-акушерские пункты появятся и в других районах. В этом году планируется построить больше сотни ФАПов, 15 врачебных амбулаторий, купить два десятка машин скорой помощи. А при подготовке к Чемпионату мира по футболу закупят новое оборудование и возведут инфекционный модуль на территории Ростовской ЦГБ. Евгения Слинкина, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Дворов и парков через год-два просто не узнаем. Такими красивыми и удобными они станут. На благоустройство городов у страны грандиозные планы, и денег на это обещают не пожалеть. Проект формирования комфортной городской среды обсудили в пресс-центре Дон-Медиа. Этот год для области пилотный. Первыми преобразятся Ростов, Таганрог, Азов, Донецк, Зверево и Луково. А в 2018-м за благоустройство возьмутся повсеместно. Программы для муниципалитетов подготовят к январю. И воплотить задуманное планируется за 6 лет. На придание комфорта общественным местам и дворам Дон получит от Федерации 850 миллионов рублей. Еще 190 миллионов возьмут из областного бюджета. Финансирование, которое мы получаем с Федерации, должно быть распределено в пропорции 1 к 3 на общественные территории. И 2 трети должно пойти на благоустройство дворовых территорий. Софинансирование, которое привносит субъект и, возможно, в некоторых случаях муниципалитет, оно может расходоваться, направляться на эти цели по-разному. Горожанам тоже придется вложиться. На благоустройство дворов определена доля софинансирования жильцов многоквартирных домов от 1 до 5% в зависимости от уровня развития населенного пункта. Главные критерии благоустройства – экологичность, комфорт, безопасность, разнообразие и идентичность. Дизайн парков и скверов улиц и площадей разработают профессионалы. Двор попадет в программу, если наберет определенное количество баллов после того, как жильцы предоставят проект обновления. Одному нужны только урны, другому нужны только лавочки, а третьему – фонтан. Создан центр компетентности, непосредственный региональный центр компетентности, куда входят специалисты в соответствующих отраслях, в том числе, которые будут рассматривать вот эти эскизные проекты, которые жители для себя определят, что они хотят и как это будет стыковаться именно конкретно с последними тенденциями, правильно, архитектурными. Перечень дворов, которые приведут порядок в этом году, утвердят 25 мая. И первые отреставрированные должны появиться уже в октябре. Все решения должны быть ориентированы на интересы самых незащищенных представителей нашего общества. Это дети, это мамы, это пожилые люди, это инвалиды и это, минуточку, животный мир, который нас окружает. Как только узнали наши коллеги, наши советы домов о этой программе, поверьте, звонки обрывают, звонки обрывают, Владимир Ильич, мы хотим попасть в программу. Муниципалитеты должны будут провести инвентаризацию уличных, дворовых и придомовых территорий и запланировать их благоустройство. Галина Горлова, Юрий Санкин, Дон-24, Ростов-на-Дону. Первую почетную грамоту Госдумы седьмого созыва получил житель Ростовской области. За многолетний и добросовестный труд ее удостоен бывший директор Ростельмаша, а сейчас член общественной палаты Юрий Песков. В село Новомаргаритово грамоту привезли депутаты и замгубернатора. Очень приятно, что эта первая грамота прибыла на землю Ростовской области в Азовский район и в том месте, где сегодня Юрий Александрович продолжает творить добро. Его опыт, его рекомендации, советы очень ценят губернатор области, правительство Ростовской области, региональные, федеральные парламентарии. Поэтому хочется пожелать, Юрий Александрович, вам здоровья, доброты, тепла вашим близким и дальнейших успехов. Вы стали одним из тех самых наставников, который мне давал действительно мудрые ценные советы по жизни. И для меня честь вручить вам от имени Государственной Думы наградной знак и медаль, влагаем от почетной грамоте. Награжденный поблагодарил гостей и дал профессиональный совет. Нужно принять ряд решений, которые решают будущее России в машиностроении. Я очень внимательно слежу за Путиным. Я считаю, что это единственный человек в России, который может ее сохранить. Понимаете? Его надо оберечь, как зенит сока. Смотрите дальше в выпуске. Экзотическая контрабанда. Въехать из Украины без документов не смогли два кенгуру и шесть обезьян. Учись у нас. ЮФУ убеждает донских выпускников стать донскими студентами открытым уроком. Это вот некая область на стыке робототехники, искусственного интеллекта, прикладной математики и так далее. Як Кандинский. Молодые абстракционисты выставкой уравняли форму и звук. Пятные линии начинают обретать форму букв, которые мы узнаем, которые мы складываем в слова, которые добавляют тот самый смысл, который современному человеку необходим. Контрабанда может быть и экзотической. В Чертковском районе экзотика потянула на миллион. При попытке въезда из Украины задержаны обезьяны и кенгуру без сопроводительных документов. Провести такой нестандартный товар пытались трое россиян. По предварительной оценке шесть обезьян и два кенгуру стоят более миллиона рублей. За незаконный провоз этой необычной компании контрабандистам грозит штраф. Трехкратная стоимость животных. Учись у нас. Такие открытые уроки подготовил для старшеклассников ЮФУ, где призывает поступать не в столичные или зарубежные вузы, а в свои донские. Первый урок провели в Ростовском математическом лицее номер 13. На что способны роботы, как они двигаются и за счет чего видят. Возможность сложных механизмов демонстрируют лицеистам девятых и десятых классов. Аудитория подготовленная. Посмотреть на умные технические устройства собрались неравнодушные к информатике. Программировали нечто подобное и сами, но в тетрадях. Сегодня смотрят, как могут материализоваться сложные расчеты. Мы покажем часть из того, чем мы занимаемся. То есть это вот некая область на стыке робототехники, искусственного интеллекта, прикладной математики и так далее. Вот, то есть покажем наши проекты отдельные, попытаемся рассказать об этом, пригласить на день открытых дверей. Говорят, учись у нас будущим абитуриентам преподавателя Южного Федерального Университета. Главная задача – убедить выпускников не уезжать за высшим образованием за пределы региона. Я планирую подать документы в несколько вузов, но ориентировочно это ЮФУ. Я бы хотел стать неплохим специалистом в сфере IT-технологий или информационной безопасности. К выбору «Альма-Матер» старшеклассники относятся серьезно. Изучают предложения вузов, собирают отзывы и наводят справки. И расстояние от дома мало кого пугает. Так что подобные открытые уроки должны помочь школьникам понять. И у нас всему, что хочешь, научат не хуже других. Виктория Щетинина, Галина Горлова, Юрий Бабенко, Дон-24, Ростов-на-Дону. Урок экологии провел для донских кадет областной музей краеведения. Особое внимание базовым коллекциям музея, а именно казачьим экспозициям. Здесь можно увидеть предметы быта, одежду казаков и узнать, как казачество заботилось о природе. На примере очень многих документов, фотографий, подлинных предметов, которые рассказывают об истории и культуре донского казачества, мы всегда обращаемся к теме экологии, потому что народ всегда очень близок к своей природе. И пока существует природа, собственно, существуют и люди. Еще одна задача такого урока – сформировать к проведению года экологии единый подход. Руководители кадетских корпусов, учители географии, биологии, истории и литературы. Кадетский корпус, техникум казачьей кадетской, он имеет свой опыт работы. Вот наша задача сегодня, чтобы мы этим опытом поделились, и чтобы каждое образовательное кадетское учебное заведение могло нарастить в работе по экологическому воспитанию за счет того опыта, который есть у соседей. В год экологии кадеты примут участие в ежегодных эко-праздниках. Шолоковский родник, воспетая степь, помогут навести в степи порядок. Если форма равно звук, значит, за высшую математику взялись художники-абстракционисты. Выставка с таким названием открылась в Ростовском музее современного искусства на Дмитровской. Экспозиция собрала лучшие конкурсные работы молодых художников и студентов-дизайнеров России – Австралии, Англии, Германии и США. Конкурс «Я – Кандинский» посвятили 150-летию одного из идеологов абстракционизма. Звуки, предметы, явления, чувства – все рассыпается, остаются лишь горизонтали, вертикали, плоскости и цвет. Знак «равно» здесь ставят явно не математики. Номинации конкурсные у нас было их три. Это был плакат, прежде всего, собственно, мы с плаката и начали раскрутку нашей идеи. Далее – это графика. Мы так условно называем графика, но тут и живописные работы есть, и графические. И, ну, как бы мы были же к изобразительному искусству. И, наконец, третья номинация – фотографика. Итоги конкурса «Я – Кандинский» вылились в формозвучную выставку «Стены музея современного искусства» на месяц сольются с абстракцией. Это лучший плакат выставки по мнению жюри. Скажете, тоже так могу, но у незнающего композиции выйдет мазня, а если работать по законам – произведение искусства. В современном плакате еще появляется современная типографика. И какие-то пятны, линии начинают обретать форму букв, которые мы узнаем, которые мы складываем в слова, которые добавляют тот самый смысл, который современному человеку необходим. Сегодняшние абстракционисты предпочитают фотоиллюзию. Студенты-дизайнеры ЮФУ весь год провели с Кандинским. Случайность сюжетов – не случайно. Каждый месяц сезона вдохновлен абстрактной картинкой Ростова. Их календарь также в числе призеров конкурса. Быть Василием Кандинским, конечно, может не каждый, но даже у самого абстрактного хаоса есть свои законы творчества. Беспредметное искусство с геометрическими фигурами можно попробовать напомнить, например, лирической иллюзией. В заблуждение образа попадешь сразу, а все заумные сочетания вряд ли разберешь без тщательного изучения. Понять автора можно, но это игра в догадки. Они-то и помогают расти духовно, прям как философии Кандинского. И тут все черточки и пятна сразу обретают форму, а полотно вдруг начинает звучать. Юлия Сурикова, Тагир Фатахов, Дон-24, Ростов-на-Дону. На сегодня это все новости. В студии была Мария Филинкова. До встречи. Одежда ведущим предоставлена магазином «Манго». Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова